Здравствуйте, товарищи зрители! Эту рубрику я давно закончил на этом моем главном YouTube-канале по здоровью, но теперь я ее веду на Boosty. Это платный канал, и там я размещаю вот чаще, ну, примерно раз в месяц, или даже чаще вот эту рубрику ответа на вопрос, а сегодня решил сделать на главном канале, потому что есть о чем сказать. Ну и надо, конечно, ссылки определенные дать, потому что многие из вас просто не знают про то, о чем в том числе пойдет речь и сегодня. Ну, конечно, как всегда, главная тема здоровья, главные, и тут будут очень интересные моменты, поэтому смотрите видео до конца, будет много познавательного, интересного, нужного для жизни. Ну, буду зачитывать, как всегда, вопросы и их комментировать. Поехали! Первое, это классический протест, когда люди не хотят вести здоровый образ жизни, тут главное не в этом дело, усилия не хотят предпринимать над собой какие-то, а чтобы оправдать это, понимая подсознательно даже пусть, что это правильно, то, например, что я говорю, то пытаются отговориться от этого, найти какие-то, не то что даже противоречия, а успокоения себе, чтобы так не жить и это не делать. Ну вот, пожалуйста. Моей подруге муж следил за питанием, все самое лучшее, свежевыжатые соки, прекрасно, не пил, не курил, умер от рака в 50 лет. Этим она хочет сказать, что ничего не зависит от питания, образа жизни, и, мол, судьба, как некоторые продолжили бы про это, мол, говорить от нее не уйдешь, а это все, мол, ерунда. Вон, дед пил, курил, прожил 95 лет. Кстати, у меня такое видео есть, что дед пил, курил, прожил 95 лет, ел все подряд, прожил 95 лет, а вы-то тут при чем? Ссылочку оставлю под видео, и все то, о чем я буду вам говорить, я оставлю ссылками под этим видео. Что еще сказать этой дамочке? Дешевое самооправдание, ничего вы этим не доказали, ничего не опровергли из того, что я говорил, потому что все, что человек делает правильно, от этого есть только плюсы, но на другой стороне медали жизни есть минусы. Эти факторы все люди не могут учесть, вообще все факторы, но большую часть из них – да. И потому мои лекции темы цены, что я, понимая ошибки людей, глупости, самомнение, самообман, я пытаюсь простым доступным языком донести сложные научные моменты, биологические, медицинские, то есть, как устроен организм, функционирует как он, от каких факторов зависят качество и продолжительность жизни, что сокращает, а что продлевает жизнь, какие необходимы те или иные питательные вещества, в которых может быть дефицит, развиваться разные болезни. А сейчас, в наши дни, столько вредных факторов действует на нас с вами, они не действовали на нас там еще даже 30 лет назад, и тем более на бабушек, дедушек. Потому сейчас сложнее прожить здоровым человеком, дольше и активнее. Ну, не будем сейчас в философию залезать, зачем нужно долго жить, нужно, об этом тоже у меня было видео, почему приводил я там очень понятные, четкие примеры. Поэтому, естественно, человек может умереть от рака и в 40, и в 50 сейчас лет, при этом как бы вел здоровый образ жизни. Но вы даже, если бы я стал с вами говорить и задавать наводящие вопросы, это, конечно, не в рамках данной беседы, я уверен, что нашел бы очень много неправильных вещей, которые делал ваш муж. Если даже свежевыжатые соки были фруктовые, то это уже ошибка. А если овощные по норму Нокеру, то это хорошо. Типа, там, например, я условно говорю, томатно-сельдереевый какой-нибудь, там, например, где мало сахаров. Ладно, поэтому следил за питанием, на ваш взгляд, это может быть, например, ел диетическую курицу, и вы считаете это нормально, понимаете? Поэтому то, что он следил, следить можно, а кто-то жареные пирожки ест, следит за питанием. Это вообще ни о чем. Вы написали просто это для самоуспокоения. Что, мол, куда кривай вынесет на самом-то деле. Короче, так. Идем далее. Пробовала пить соду и уксус яблочный. Я надеюсь, не сразу и не близко друг к другу по времени вы их принимали. Сразу реагирует живот. Нет, потому что если их вместе, то, конечно, будет сразу. Потому что будет реакция нейтрализации. Одна кислота, другая щелочная. Это будет пена, и это я... И вот люди есть, да? И главный вывод. Так что сода может продырявливать стенку желудка. И поэтому нельзя рекомендовать ее к употреблению. Почему вы об этом не говорите? Я не говорю о том, что является чушью и глупостью. То, что придумать специально... Вот правильно говорят, что один дурак может задать вопросы, на которые там сто мудрецов не ответят. В данном случае не вопрос, но идиотская констатация, безапелляционная, уверенная, она все знает. Вы к какой имеете право по своему личному идиотскому опыту, по своему одному примеру, пусть даже по нескольким, я так уже усугубляю, судить о том, чего не знаете, и вот безапелляционно заявлять. Ложками есть соду нельзя. Если пол, треть чайной ложки, чайной, что научные доказательства на это есть, американские исследования серьезных институтов, я в своем одном из видео про соду это пояснял и давал ссылки на эти исследования. Принимать, разводя в теплой воде, не гасить, не кипятком, а теплой водой. Одну треть чайной ложечки соды, натуральной, не химической, тоже имеете в виду, какую вы пили соду, как вы ее принимали, ну, короче, ладно. То тогда это будет колоссальная польза, что, чем, почему, я все там рассказывал. Так вот, а яблочный уксус надо принимать, натуральный, гостовский только, по одной столовой ложке, на одну треть стакана теплой воды перед каждым приемом пищи, ну, хотя бы на завтрак, а лучше перед каждым приемом пищи минут за пять, за семь, а еще на ночь было бы очень неплохо. Но там уже не на треть стакана, а на стакан теплой воды, ну, скажем, за пару часов до сна. К чему это приведет в плане абсолютно только положительном, я тоже пояснял в отдельном своем видео про яблочный уксус, ну и в других. Так, поэтому я поражаюсь вот над такими людьми. Я сегодня буду приводить в том числе и вот идиотские человеческие, вот такие выходки, выкрики, тоже разбирать. Ведь эти глупые вещи часто люди пишут, и многие об этом думают. И нужно простым языком, что называется, по-простому, доходчиво людям это пояснить. Пишет Дамир Амиранович. Уважаемый Юрий Андреевич, я очень благодарен вам за возможность создания новой жизни. Не побоюсь этого слова. С вами познакомился заочно в девятнадцатом году по причине своего, как на тот момент мне казалось, неизлечимого заболевания, как говорили мне врачи. Но на самом деле оказалось все просто и разумно. Люди действительно живут в плену своих иллюзий и даже не включают голову. Очень нас материализовали, духовность нашу убили, запустили цепную реакцию по уничтожению человеческого разума, и вуаля, рушится вся нация. Абсолютно верно. Очень печально на это смотреть, но, к счастью, есть такие люди, как вы, и продолжаете нести лучик света, я бы сказал, разума, самое главное. Ну и благодарю, если вот вы так оцениваете, что и света в этот прекрасный мир. Я не являюсь богатым человеком, но пробую ваши продукты по возможности, периодически, убеждаюсь в их качестве. Какой же я был дебил, ну, в кавычках человек пишет, так пишет, когда считал, что пятерочка, хороший магазин, и всегда покупал подешевле, невразумев, что дешевизна не несет качества. И благо для меня. Я вам более того скажу, к сожалению, даже дороговизна сейчас не несет качества. Ну, не везде, давайте так мягко скажу. А у меня будет скоро новое, второе мое видео про пальмовое масло, я имею в виду рафинированное, эмульгированное, то, которое превратилось в маргаринообразную пасту. Что это такое? Это новый фильм расследования, это уникальная будет передача, и там вот, в частности, к чему я это сейчас говорю, приводится авторам, кто провел очень серьезное расследование, про очень богатый, дорогой магазин, чуть ли, по-моему, не на Рублевке, где люди покупают все дороже, ну, если название одно и то же, ну, например, название молоко, ну, в 2 раза в 10 дороже, чем в какой-нибудь пятерочке. Но и это оказалось фальшивка, ну, ладно бы фальшивка, страшный вред, потому что там есть пальмовое канцерогенное масло, я имею в виду рафинированное, не натуральное, свежеотжатое, красного такого цвета, это полезное масло, а именно вот эта гадость, которую везут в цистернах из-под нефти. Ну, по стране перевозят. Так, короче говоря, продолжаю. Нужно искать полезные продукты. Глупы те люди, которые пишут, что ваши товары дорогие, конечно, глупы. Они даже не осознают, что качество дается не из дешевого, но делается не из дешевого сырья. Ко всему нужно прикладывать руки и силы, безусловно. Без этого невозможна жизнь. Спасибо вам, Агро, а тем более добавим к тому, что ручной труд, он в десятки раз дороже механизированного промышленного конвейерного. Это вы способны понять? А как вырастить сырье экологически чистое? Вы понимаете, что это тоже в разы, в десятки раз? И у нас продукты не в десятки раз, как должны бы, по идее, стоить дороже, чем в пятерочке, если мы одноименные берем, а всего лишь там, ну, в три, в четыре раза, какие-то там, может, в пять. Ну, а какие-то, если мы сравниваем с магазинами, ну, средней цены, так сказать, или цены типа азбуки вкуса, они столько же стоят, или какие-то даже дешевле стоят, но только, понимаете, цена формируется от того, какова себе стоимость. У нас, по крайней мере, так. И какая-то кому-то покажется дешевая, какая-то кому-то дорогой, но самое главное, это качество, это абсолютная безопасность, экологичность. Вот это то самое ценное, что несет наш магазин надгард.ру, ну, либо продукт от Фролова, если набрать в поисковике, либо под любым моим видео, в том числе под этим, ссылка на наш сайт, на какие-то товары, продукты будет. Спасибо вам огромное за выкладываемую вами бесплатную информацию про здоровье. Многие дебилы, не посмотрев и не поняв видео, вот это меня страшно бесит, да, я вижу, что не посмотрел даже, начинают нести абсолютную чушь про рекламу, вот, кстати, да. Это не только вас раздражает, но и я начинаю негодовать, когда это вижу. Совершенно, потому что порядочный человек, благодарный человек, нормальный человек, любой будет иметь такую же реакцию по хамству быдла, на которое это быдло не имеет никаких оснований и никаких прав. Когда я начал включать голову, перевернулся весь мир для меня. Все устроено не так, как нам рассказывают по телевизору. Образование разрушили, без слез не взглянешь на школьников, бедные дети, чему их учат сейчас. В голове очень много мыслей, которые охота передать, но, думаю, не все поймут, да и не надо. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, дай бог вам долгой жизни. Благодарю вас от всей души за такие теплые слова, за такое разумное письмо, за поучительное письмо для многих. Вы знаете, дорогие товарищи, у меня есть другой канал, у меня их несколько, называется «Совести подлость», вот в том же Ютубе, есть в Телеграме, кстати, отдельно этот канал «Совести подлость». Вот там очень важные общественно-политические вопросы, темы я поднимаю. Советую вам его смотреть, очень важные. Но очень ценный совет человек дал. Смотреть мои видео, по крайней мере, мои сначала полностью, а потом что-то писать, если негативные хотите писать, потому что это просто несправедливо. Разумный человек не способен написать подлое, негативное, злобное письмо после просмотра моих видео, ну, по крайней мере, с каналу «Совести подлость», где я тоже аргументированно, доказательно разбираю вопросы всесторонние, что называется. Так, следующее. Здравствуйте, я вас люблю и уважаю за честность, открытость и желание помогать людям. Столько знаний ваших видео. Всем друзьям, знакомым, рекомендую с вами познакомиться на вашем канале. Помимо рекомендаций, вы предлагаете качественное решение именно что. Кого-то это бесит, то есть я продукты свои предлагаю, там, биодобавки, различные концентраты питательных веществ, тех же полипренолов, там, и так далее, лекарственных, но природных средств. А кого-то это злит, потому что, мол, типа, я что это, ну, это и только идиотов, естественно, злит, они все равно где-то что-то покупают. Они всегда смотрят, где-то получают рекламу, по которой что-то покупают, а я, значит, мол, не имею права. Или для идиотов эти мои знания, мол, я все слушал, все было хорошо, пока не услышал вашу рекламу. Ну, дурак ты тогда, потому что радоваться порядочный, нормальный человек должен, вот как эта женщина, понимаете, потому что, если есть проблема, она объективная, я объяснил ее, ну, то есть попробуйте возразить, что нет этой проблемы, и я предлагаю решение этой проблемы, меня надо что? Благодарить. А дебилы осуждают за то, что, мол, я на этом зарабатываю, на решение этой проблемы, а не кто-то другой. То есть кому-то можно и нужно, а мне нет, типа того. Или каким-то образом чудесным знаний сразу обесцениваются. То есть, мол, или эта информация становится, то все понимал, что это правильно, а тут сразу это стало неправильным. Поверьте мне, для нормальных людей это дико, но такие люди есть. Столько сейчас идиотов, это просто уму непостижимо. Благодарю. Ваш труд уникален и бесценен. А я благодарю вас за это письмо, за оценку, высокую оценку. Теперь интересные претензии по поводу майского меда. Недавно у меня было видео, называется «Мед без химии». Ведь ядами обрабатывают пчел от клещей. И еще, ну я там объяснил, что еще, какие еще проблемы подстерегают, чтобы люди знали. Там я рассказал про наш уникальный мед, который из Пушкинских гор, где я живу, это Псковская область. Про наш вот этот, так сказать, опыт последних лет, какой мед мы сейчас производим. Ну, наши пчелы, и мы его продаем. В чем его уникальность. Все объективно, по полочкам разложил. И вот один невменяемый пишет. Ну, там было несколько моментов, я не буду все их объяснять, вот там глупость, которую... Ну, например, один написал, скажу лишь, что без химии жесткой вообще не вытянешь там до конца года, все зимой передохнут пчелы. Ну и дебил. У нас получается. И это, по-моему, для нормальных пчеловодов известно. А прям реально такой написал. Ну, ладно. А потом для нас, ну, пусть тогда лучше сдохнут, чем я буду травить людей химией поганой, которые будем опрыскивать улей и пчел, соответственно. Никогда. Это не мой подход жизненный. Теперь вот человек пишет под этим видео такое письмо. Что вы несете? Майский мед существует. Только сильные семьи весной несут мед из вербы и кандыка. Ну, еще много еще они несут. Только вот вы представляете, какие идиоты. Я там, вот если вы посмотрите видео, не говорил, что майского меда не существует. Я говорил, что нельзя его, неправильно его собирать весной. Я говорю, что никакого майского меда в том смысле, что это все условность. Понятно, что ясно, что сначала начинают еще с февраля где-то в каких-то регионах, с апреля, там, распускаться определенные виды, там, почки набухать на деревьях. И пчелы находят, что нести. И мед может быть разный. И весенний в этом смысле. Что я имел в виду? Я четко имел и сказал там, что правильно, полностью созревший мед. Ну, не полностью, скажем так, но уже созревший, сферментированный, правильный. Тот мед, который до конца лета дожил в ульях, когда уже в августе, в сентябре собирается мед. Самый уникальный, это майские следующего года, когда за весь год мед тот, что останется перезимовав в ульях, что они не съедят, остается, и это мед идет уже, он лечебный, уникальный. Там высокое диастазное число появляется, потому что только ферментированный с пчелами, в присутствии пчел в ульях, или в колодах, или в бортиях, получается такой мед. Тоже там начал один спорить, что это ничего не меняется. Меняется, огромные изменения происходят, когда долго находится мед с пчелами. Так, теперь майский мед. Что я ему ответил? Я просто зачитаю. Вы не вменяем? Знак вопроса. Можно июньский сделать. Майский мед, естественно, есть, существует. Я же говорю, что это неправильно. Это несозревший мед. Только раз в году можно снимать, даже есть медовый спас, по-моему, 19-го, 21-го августа. Середина августа и далее. И еще в мае следующего года, то есть перезимовавший. Я пояснил это и ясно в видео. Чем вы слушали? А романтика и магия майского меда, это как любят. О, майский первый мед, это первые яблоки, типа. Это быстрый заработок пасечников и не более того. Ну, потому что пчелы потом нанесут еще, ну, если, конечно, год хороший будет. Но это дополнительный доход. Мы этого не делаем, потому что мед должен полностью созреть. И не более того. И пользы там нет. А сбор начинается пчелами по погоде от региона тоже. Где-то с февраля, ну, и в апреле можно даже откачать где-то. Но он не созревший, а на созревание уходит время и присутствие вибрации, если хотите, и вещества, определенные пчел. Следующее письмо. Юрий Андреевич, большое спасибо. Восхищаюсь вашими знаниями. Много смотрю роликов. В голове уже каша, правда. Не знаю, с чего начать оздоровление в этой связи. Мне 50 лет. Последний год стало хуже себя чувствовать. Убрала простые углеводы. Хожу в центр Бубновского. Чувствую лучше. Хочу обходиться без врачей, как можно дольше продлить молодость. Ну, по продлению молодости, тут, конечно, это знаете что? Наверное, мне надо сделать отдельное видео. Прям такое сильное видео. Как вам сказать? Ну, моя жена тоже не молодеет, и она тоже хочет, как бы сказать, сохранить в том числе молодость. Много работаем на эту тему. Многое я знаю. И если мы говорим о системном подходе, то все-таки мне придется сделать отдельное видео. Но, кое-что, я кое-что сейчас поясню. Так вот, смотрю ролики и хочу купить все и сразу. Ну, мои ролики смотрят вот женщины и хоть может лучше написать с антипаразитарной программы может начать. Я ей ответил так. Пожалуйста, конечно. С антипаразитарной правильно. Затем с выведением тяжелых металлов из организма. Ну, все мы нахватались за свою жизнь из еды, воды, воздуха. Там сто процентов, тысячу процентов. Есть программа, ссылку я тогда тут тоже оставлю вам на нее. У всех они, я пишу, накоплены. Есть такой курс, да. А витамины и минералы принимать совместно, но те, которые совместимы. И вот, например, витамин D3 с К2, бетаин, витамин С, ну, магний, безусловно, тем более в этом возрасте. Понимаете, тут дальше у меня вопросы возникают, ну, чтобы вам дать советы. Но ответа я на них сейчас не получу, само собой, поскольку у меня почти монолог, то, так сказать, давайте об этом я все-таки сделаю видео. А внешне есть уникальнейший у нас гель с трансдермальной доставкой, который заставляет регенерироваться дерму, там, синтезируется коллагену, гелурону. В общем, с профессионалом, доктором, моим коллегой, мы записали об этом видео. Ссылку на это видео про гель и крем, ну, вот, о которых идет речь, я вам оставлю ссылку. Ну, и на сам этот гель, главное там гель, не крем. Вот, уникальный, не имеющий аналога в мире. Это я очень советую его тоже применять. Ну, а про антипаразитарку сказал, идем дальше. Тут не касается здоровья, но поясню сейчас, почему я. Я с Казахстана, русский, все правда, что вы говорите, получал гражданство 10 лет назад. Это чрезвычайно сложно в России. Русскому сложно получить гражданство, то есть, это беспредел, это просто, за это надо расстреливать тех сволочей, кто сделали все для того, чтобы завозить сюда всяких мигрантов неграмотных, которые никак не будут вовлекаться в русскую культуру и жизнь, а противостоять ей, разрушать страну, для этого и возятся всякими сволочами суда, им подмахиваются через их эти ОПГ-диаспоры буквально сразу, моментально, за день там получают паспорта, а дальше оружие, ну, становится потом гражданами России и вот, соответственно, получают оружие, что угодно, на следующий день с этим сейчас начинают серьезно бороться новый закон в Думе, который уже Володин даже вынужден был озвучить, который еще недавно езжал на героя, действительно, Бастрыкина, который им сказал, что вот, какие необходимо ввести ограничения, значит, чтобы сохранить страну и русскую культуру и так далее, но сейчас к этому идет все, только уже очень много завезли за это время, вот это, пожалуйста, мол, да, а для русских попробуй получить гражданство, да, в общем, это просто, ну, это очевидно, и вот люди пишут, да, что это так и есть, у меня двоюродная сестра русская сейчас пытается подать на гражданство и не может, говорят, нет работников, которые могут принять, ну, вот это я не совсем понял, что это имеется, причем, три месяца уже сидит с готовыми документами для подачи и проедает накопленные деньги, за это надо расстреливать всех виновных, просто расстреливать, нам сейчас жизненно важно, чтобы как можно больше наших соотечественников, русских людей, приезжало в первую очередь к нам в страну миллионы, 35 миллионов за границей русских людей, это один из самых, кстати, разделенных народов, так получилось, и, естественно, нам надо создавать особые условия, преференции, подъемные, да там, то есть, это просто, это жизненно необходимая для нашей страны задача, и сразу проблемы решаться, и с рабочими руками, и со всем остальным, только создайте такие условия, чтобы было приехать интересно, и чтобы можно было быстро получить за один день паспорт, но, кстати, подробно обо всем об этом, о миграционной политике, а там вот все у меня на канале совести подлости, теперь, еще про одного идиота, под моим видео, ну, под многими видео такое я встречал, грибок ногтей, стопроцентное излечение от грибка ногтей, стоп ног, простой метод для всех, так, пишет один умник, граждане, ну, несколько лет назад ролик от вышел, кто поет дифирамбы, ну, благодарит меня, то есть, ему уже это не нравится, мол, скажите, кому конкретно эти рекомендации помогли, прошло вот три года после выхода ролика, где избавившись от грибка, вы представляете, какие есть идиоты, я ему пишу, вы вменяемы, я мягко пишу, видимо, нет, но давайте вот ситуацию посмотрим, большинству людей 90% ролики до конца не досматривает, раз, даже больше, кто-то смотрит там первые минуты, все он понимает, пишет уже комментарии, судит о чем-то, ну, ладно, посмотрел человек, потом другие, дела, жизнь, бытовая, так сказать, все такое, даже начал принимать, вот, мои советы, допустим, через неделю начал принимать, неделя, две, месяц, значит, вы считаете, какой шанс, что этот человек придет, потом найдет тот ролик, с которого он начал смотреть, а у меня уже там 10-20 роликов новых вышло, а может больше, и какой шанс, что он придет к тому, вернется, где он про это впервые от меня услышал, и еще, чтобы напишет туда, написал, чтобы нашел свой комментарий, причем, как хочет этот человек, и написал туда комментарий, вот у меня такой результат, через там, такой, ноль шансов, то есть, ну, хорошо, одна десятитысячная одного процента, что такое будет, встречал несколько раз в жизни, а это страшная редкость, человек куда напишет, в лучшем случае, 99% никуда, просто хорошо и хорошо, и хрен с ним, помогло, да, кто-то напишет мне, лично на почту, кто-то напишет на наш сайт надгар.ру, в раздел отзывы, кто-то мне в блог напишет юфролов.блог, кто-то напишет, так сказать, там, менеджеру, или там, ну, одному другому нашему, и куда только люди не пишут, кто-то в соцсети напишет, но чтобы вернулся к тому ролику, вот спустя годы, или месяцы, и написал туда, найдя свое, или даже просто рядом там написал, это шанс ноль, и это очевиднейшая вещь, не понимать это могут, и требовать от этого, мол, ну и где, мол, это все фикция тогда, идиоты только, так, идем дальше, сколько же сил и времени вы тратите, да, чтобы осветить людские умы, очень много, очень много сил, нервов жизни, нижайший до земли вам поклон, вашим близким, благодарю, Юрий Андреевич, я очень давно уже слушаю, и прислушиваюсь к вам, вы для меня лучик в этом темном мире, и не нервничайте сильно, ну, я стараюсь, но трудно, к этой темноте разума людей двигали очень давно, и очень искусно, это понятно, я сам об этом говорю, конечная вина лежит на человеке, я вот дебилом не стал, есть другие, кто не стал, видите, письма, какие люди тоже пишут, да, это, это вина человека, что он докатился, что он позволил из себя сделать то существо, в которое он превратился, потому что это уже не человек, человек это имеющий разум, тут разума нет, ну, нету логики, потому что разума, здравого смысла нету, потому это вот существо, конечно, а как человек деградировал, человек должен всю жизнь, как говорится, век жив, век учись развиваться, развиваться творчески, там, и по-всякому, и физически, по-всякому должен, то есть, вся наша жизнь, есть борьба, борьба со своими, там, вредными страстями, привычками, глупостями, слабостями, так сказать, разгильдяйством, ну, можно список дальше продолжать, правда ведь, поэтому это труд над собой, а эти не хотят трудиться, они дегенераты, тащат болото за собой других, вот, свое невежество, выпячивают, как норму, вот то, что мир сейчас весь с ума сходит, вот к этому стандарту дебила, всех притягивают, к сожалению, это и в нашей стране идет, последние 30 лет наложили отпечаток, на такой процесс, деструктивный, ну, и последнее на сегодня письмо, может быть, когда вы записываете видео, обращайтесь к хорошим людям, даже если разоблачаете ложь, ну уж, если и обращаетесь к плохим, я к разным, вы ведь, я и сейчас обращался к хорошим, зачитывая, обращаюсь к плохим, то не нужно очень стараться их переубедить и доказывать, нужно, нужно, потому что самое страшное в мире, помните, извечную мудрость, равнодушные люди, потому что с их молчаливого согласия свершаются вот эти самые преступления, убийства, предательства, поэтому самые страшные люди не предатели или убийцы, а равнодушные люди, я совершенно с этим согласен, я неравнодушный, я не позволю хаму торжествовать, я покажу и докажу, и почти никто так, как я, не умеет это делать, что он дебил, дебилы задумаются, даже если сразу в агрессию удариться, даже мне писали таким, я клянусь, мне писали люди, которые, я вот три года назад злился на вас, значит, даже хамил за то, что вы меня, и таких как я дебилами называете, мол, как людям так можно, а потом понял, спустя время, что вы были абсолютно правы, и я очнулся и так далее, вот такие письма были, значит, я не зря это делаю, я все правильно делаю. Нужно как-то спокойнее относиться и прощать таких людей, причем тут прощение, это вообще вы ни к чему тут написали, и нет таких у меня чувств, когда я начинаю разбирать их глупости, про какие-то прощения или непрощения, я о другом. Если вы уж точно знаете, что правы, а вы считаете нет, укажите, где я не прав, просто признайте перед собой честно, и снимайте видео спокойно, какую-то ерунду написать, прямо негодяям вообще пофигу, все равно кому-то да, кому-то нет. И в подсознании у них, еще раз говорю, отложится в любом случае, потому что они поймут, что я все равно аргументированно доказал, а они не могут опровергнуть. А невежественные люди не хотят такого знать, не хотят, но подсознательно понимать начинают, и это их начинает злить, что что-то не так, и у них вот это равновесие дебила внутри, успокоение, оно теряется, и это очень хорошо. Нет смысла в таком болезненном чувстве справедливости. Конечно, есть, потому что везде растаптывают истину, а, соответственно, кому-то нужно впрягаться за нее за десятерых, за тысячу. Вот так. Ведь отстаивать правоту можно спокойно, да, но не так эффективно. Если кто-то не хочет вас услышать, ну пусть так и будет. Правда, что ли? Ну, это вы вот делайте, как вы хотите, а я буду, как я знаю. Спокойно это не значит равнодушно, это я согласен с вами. Можно даже голос повысить, да. Но вы как-то болезненно слишком воспринимаете ложь и несправедливость. Я ее нормально, так все должны ее воспринимать. Тогда бы ее меньше было на этом свете. Я думаю, не так нужно с этим бороться, а я борюсь с этим и так, и по-другому, и эдак, по-разному. По-вашему, что, одно другое опровергает, или сразу говорит, что если я вот, вы один метод мой увидели, других у меня нет, ну, это неразумно. А то больно некоторые ваши видео смотреть. Ну, что делать? Ну, что делать? Мир не так, знаете, как бабочки порхают, как йоги себе его представляют. Мир гораздо многограннее, сложнее, тяжелее сейчас, так сказать, мировая обстановка. Это как вот в нескольких фильмах, в том числе в Афоне. Все говорят, ну, что там пишут в газете? Леонид читает, этот Куравлев спрашивает, что там. Стабильности в мире нет. Ну, вот, и в мире, и в душах людей, так сказать, и у нас, в стране, и везде, поэтому, поэтому нужно, чтобы кто-то, кто-то с этим не просто боролся, а мог так людям объяснять, вот, именно жизнь, как она есть, вот, сбросить мишуру, которую накидали на головы вот эти кукловоды мировые, людям сделали из них, из многих уже дебилов окончательно, а кто-то на перепутье стоит. И вот мои в основном видео, даже когда я показываю и говорю, что дебилу дебил, это больше идет на пользу тем, кто на перепутье стоит, ведь они, они легче могут очнуться и пойти в правильную сторону. Понимаете, какая штука? Вот, я надеюсь, вы это осознали. Напишите, что да, я был неправ, если вы поняли, о чем я. Ну, вот, собственно, и все. На этом достаточно. Любые другие мои видео, у меня есть, конечно, старые мои, из рубрики ответы на вопросы и на этом канале, и на другом. Там, и есть, у меня теперь новые выходят, и почти все, 90% будут выходить на платной платформе Boosty. Ну, там публикуются в основном видео переводные, на которые идут определенные затраты, и специальный человек этим занимается, я плачу за это немалые деньги, и, конечно, соответственно, платформа, ну, это вообще платная платформа, просто там удобно размещать и монетизировать, тем более на YouTube уже никакой монетизации в России нет, вот у меня, по крайней мере, и поэтому, поскольку штат, я имею в виду тех людей, кто занят в сфере моей, вот, видео, монтаж, там, и прочее, и прочее, вот, это все требует больших денег, естественно, за все это я плачу, а, так сказать, люди никак не помогают, ну, хотя бы таким путем, как бы за информацию, ценную, другую информацию, 99% у меня все бесплатная информация, но там такая особая, там очень интересные видео, они платные, подпишитесь, там подписка недорогая есть, есть там три варианта, я советую, ну, и вообще, это как благодарность будет ваша, хотя бы такая, ну, и вот, там будут очень интересные серии из рубрики ответа на вопросы, и, кстати, про мои интересные проекты в Пскове, там тоже будут выходить видео, но, пожалуй, на этом все, пишите свои вопросы, комментарии, смотрите ссылки, которые я вам оставил под этим видео, вот, на все, на то, о чем я говорил в связи с контекстом данного видео, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok